приветствую вас друзья в этом видео пойдет речь про танки за жетоны у нас идет уже одиннадцатая глава боевого пропуска я думаю что какие-то танки вы уже начинаете выбирать или может быть даже какой-то взяли и возникают вопросы а какие танки получше какие похуже что в первую очередь брать а что брать не стоит вообще конечно все танки на вкус и цвет но по статистике и по личным ощущениям поскольку я поиграл на всех танках которые есть за жетоны можно понять что некоторые танки практически всем не зайдут а некоторые наоборот понравятся многим но вначале покажу трех победителей по 500 золота из прошлого видео они писали комментарии больше пяти слов и в конце оставляли свои никнеймы я выбрал случайным способом троих человека и они выиграли под этим видео тоже можете оставлять комментарии в конце никнейм троих случайным образом выберу они выиграют по 500 золота также на стримы не забывайте заходить на тро во время трансляции разыгрывается золото в коробках также еще на вк play буду во время трансляции случайным образом выбирать людей которые будут выигрывать золото не забывайте заходить на стримы подписываться ставить лайки писать комментарии с никами и так танка у нас много аж целых девять штук поэтому в ускоренном темпе начинаем самый слабый танк на мой взгляд среди танков за жетоны это советская птшка к 91 pt почему же я считаю ее слабой во первых давайте посмотрим на броню корпус у нас легко пробивается что нлд 158 примерно миллиметров что vld 174 тем более часто будут стрять вам сверху вниз и приведенки будет еще меньше даже крышка корпуса 40 миллиметров не будет ничего нам давать поскольку даже если враги будут стрелять ниже они будут по правил трех калибров с чаще всего пробивать если калибр вражеского орудия больше 120 да и чаще всего они будут стоять сверху вниз плюс еще катки под прямым углом пробиваются есть еще и надгусечные полки хотя говорят ли кто увидит но в принципе корпус бумажно единственно что в борту 60 миллиметров и под острыми углами не будут пробивать рубка бронированная 320 315 миллиметров смотря под каким углом единственно что вокруг маски 260 270 и слева ниже лючка тоже 260 с хвостиком рубка будет танковать многие снаряды которые мы будем встречать но специальные снаряды девяток и десяток она держать не будет да и чаще всего на этом танке тяжело себе место в бою найти не потому что танк медленный никуда не успевает как раз таки он наоборот быстрый максимал к 52 вперед 23 назад удельная мощность 20 танк носится неплохо маскировка даже какая-то есть 21 все это круто но орудие вниз опускается пять с половиной градусов стабилизация движения 016 для тяжелого танка стабилизация 016 это круто но это птшкой на нее не поставить стабилизатор а значит что это плохо орудие очень кривое к тому же точность 038 стабилизация без стабилизатора ужасная также сведения две с половиной секунды до дпм неплохой 2 800 но альфа 390 плюс кривое орудие получается что мы не можем свои дпм еще реализовать тяжело умаститься на рельефах без у военов орудия влево вправо по 10 градусов поворачивается в принципе танк неудобно и легко пробивается в корпус пробить основным снарядом 258 бы башкой специальным снарядом у нас под калибром 315 на танке неприятно издалека кемперить поскольку орудие корявая и вблизи тяжело активно играть это самый слабый на мой взгляд танк за жетоны реализовать его практически нереально и так как вы поняли в нашем топе за жетоны мы двигаемся от самых слабых танков к самым сильным и на предпоследнем у нас новый танк kpz 3 project 07 hk мало того что этот танк стоит 27 жетонов он по сути самый дорогой так он еще и один из самых сложнейших и один из самых не то чтобы слабых но он во многих параметрах уступает то там то здесь давайте вначале посмотрим броню неплохой рикошетная нлд 189 миллиметров 214 миллиметров нлд и вот самое интересное это vld она 45 миллиметров но под очень жестким таким углом если у вас большой калибр то это танк вы будете пробивать просто куда попало в плане vld поскольку она не толстая она именно что рикошетная а вот если у вас какие-то под калибры то это вообще жесть но прикол в том что лючок пробивается очень легко даже фугасами там 27 миллиметров также есть еще какой-то дополнительный корявый лючок слева который сбоку торчит который тоже легко пробивается но там чуть больше но ненамного борта очень тонкие танки еще может загореться в лоб в общем все прелести такого танка на лицо здесь также есть еще осадный походный режим это нужно еще переключаться туда-сюда три секунды на нем переход в режим туда и обратно не сказать что это прям мгновенно если не вовремя начать переходить из режима одного в другой то можно отправиться за эти три секунды в ангар также танковать на этом танчики не сказал бы что легко да и зависит это скорее от того чем враги в нас стреляют до некоторые легкие танки особенно которые там под калиберами каким-то стреляют они вообще не пробивают в клинч приезжаешь и начинаются постоянные рикошеты за рикошетами но если бы они целились в лючки или ставили на каток и объезжали сбоку то я думаю никаких проблем бы не было они просто по привычке стреляют на автоприцеле потому что почему-то думают что танк бумажный также еще на деле у танка дпм очень жесткий 3300 но как только мы переходим в осадный режим где точность у нас улучшается там у нас очень сильно ухудшается дпм можно играть конечно и без осадного режима но тогда у нас у воены будут ужасные точность у нас 034 сведения 2 и 4 но стабилизация ужасная если вы играли на стрв с 1 то вы понимаете что такое стабилизация в осадном режиме это когда ты крутишься из кустика стреляешь а у тебя кружочек всегда одинаковый супер маленький и ты комфортно обстреливаешь все что видишь при этом насколько я помню у стрв с 1 на восьмом уровне у прям танка пробитие 288 основным снарядом здесь основным снарядом пробитие 268 также есть еще специальные снаряды где пробитие 320 но стабилизация у танка плохая броня у нас такая необычная также еще нужно себе место найти в бою режим менять туда-сюда и мне вообще танк не понравился он супер сложный реализовать его крайне тяжело но при этом при всем на нем иногда можно что-то сделать в отличие от танка который у нас на последнем месте в моем рейтинге которые туда его запихнул на этом иногда что-то да получалось да можно на кемперить иногда урончик да иногда получалось против слабенько вооруженных врагов упороться в них и в клинче за счет рикошетной брони разобрать их но это все настолько сложно очень сильно нужно понимать чем враги стреляют какое у них вооружение будем мы танковать своей чудной броней или нет занимать позиции где можно и засадного пострелять это тоже нужно знать и понимать также вот это вот hydra пневмо подвеска она же медленно работает тоже пока дождешься пока там жопка поднимется жопка опустится чели который едет на ходу стреляет ему не надо чтоб что-то поднималась опускалась ему не надо в режим заходить выходить а мы вот это вот занимаемся всякими там приготовлениями пред боевыми пока челики на ходу некоторые ездят стреляют это очень сложно это очень тяжело понимается как на этом делать хороший результат и это h27 жетонов мне честно скажу танк на 90 процентов показался супер сложным и редко когда нужен он в бою и чтобы его реализовать нужно просто превозмочь самого себя иногда заезжать там тяжам как танк поддержки где-то из-под тяжка стрелять что очень опасно мы птшка у нас мало хп там пару тычек и мы улетели занимать какие-то там прострелы чтобы союзники вытягивали на себя и мы сдалека кемперили в осадном находить там кустик тут рельефики подвески режимы это просто капец при этом сама стрельба слабее чем у прям танка 8 уровня такого же подобного типа а броня не сказать что она прям типа уверен ты в ней скорее наоборот стараешься не доводить до того чтобы приходилось ей пользоваться да на танке можно играть иногда даже можно какой-то хороший такой вклад в победу сделать но это происходит далеко не часто не так ты сильно уверен в этом танке он очень сложный мне прям не зашло вообще да и я посмотрел других стримеров веселье было еще то мне кажется что я еще довольно таки неплохо этот танк иногда реализовывал что советская птшка что вот это немецкая думаю это вам точно не надо танк не стоит своих жетонов 27 по любому даже 9 с трудом и так третий танчик с конца у нас лоррейн 50t мне конечно понравился некоторыми вещами этот танк но я жалеть его не стал и запихнул туда где его место а его место на третьем с конца почему так получилось давайте посмотрим броню что нлд у нас 200 миллиметров что vld 150 и как ты не крути лоб корпуса пробивается очень легко но наверное у танчика есть какие-то другие плюсы борта на 40 миллиметров для тяжелого танка это печаль а вот башня конечно бронированная во лбу 300 с хвостиком миллиметров практически везде за исключением некоторых мест где под прямым углом у нас получается 250 миллиметров просто нет наклона выше маски и ниже маски у нас есть полосочки тонкие по 250 миллиметров но в них будет залетать скорее случайно чем специально также у нас есть еще лючок 150 хвостиком миллиметров который находится у нас практически на затылке если мы играем через рельеф то его вряд ли кто-то увидит но если у нас борта 40 миллиметров то корма у нас вообще 30 также крышка корпуса 40 миллиметров что для арты прям лакомый кусочек что крутого в этом танке стабилизация от движения 017 от поворота корпуса 017 от поворота башни 015 если мы сюда ставим стабилизатор то танк получается супер приятным стрельбе у нас точность 032 сведение 2 и 8 да конечно сведение нас подводит но у французских танков так заведено но в целом орудие приятное и клёвое 400 альфа 264 пробития основным снарядом бэбэшкой специальным снарядом 308 под калибером орудие вниз опускается на 10 градусов также танчик у нас еще и очень быстрый максимальная скорость вперед 60 назад 15 это так себе мощность двигателя 900 и удельная мощность получается чуть больше 16 это реально очень быстрый танк вопросов к этому танку всего два первый где броня корпуса ее просто ну нет по факту ну ладно наверное где-то еще есть плюс но башня бронирована хорошо увы н и точность хорошо но у нас дпм 1788 это чё за дпм у нас альфа 400 при этом нет дпм и и огромный бумажный корпус по сути всего лишь два минус составит этот танк тупо на колени это чрезмерно плохой дпм он реально стреляет секунды на 2 медленнее чем похожие танки на девятом уровне ну прям сильно похожих тяжело найти поскольку такого быстрого тяжелого танка на девятом левеле нет вообще но и настолько без дпмного тоже нет вот эти два минуса этот танк просто убивают но он очень приятный комфортный интересный по имплею для статистов я бы рекомендовал этот танк попробовать для средних игроков и ниже я не рекомендую этот танк поскольку его сложно реализовать на нем нельзя показывать корпус вообще а с таким дпмом нужно прям понимать что делать чтобы успевать накидывать хоть какой-то урон но играть на нем от башни одно удовольствие еще с такой точной пушкой единственное что где перезарядка я вообще не понимаю на четвертом месте с конца у нас находится kunze panzer это такой интересный танк у которого вроде бы он средний но есть еще и hydropneum подвеска а также осадный походный режим броню мы смотреть его не будем поскольку самое толстое место это край маски 120 миллиметров все остальное в танке там около 80 90 миллиметров брони попросту нету это главный минус нашего танка он попросту бумажный также у нас вас одном режиме мы медленно ездим у нас работает hydropneum подвеска которая медленно нас опускается там поднимается это неудобно но она так работает на всех танках в походном режиме мы быстрее ездим но у нас плохо опускается орудие также в походном режиме у нас перезарядка секунд семь с хвостиком зависимости того какое оборудование до паек есть или нет а вот в вас одном режиме у нас перезарядка хуже там будет уже секунды на 2 хуже 9 чем-то казалось бы танк и так не супер какой-то там имбовый и было бы прикольно чтобы перезарядка менялась наоборот когда мы едем у нас перезарядка дольше когда мы становимся в осадный режим и у нас должна быть казалось бы перезарядка быстрее чтобы мы с какой-то позиции накидывали урончик но она становится меньше также мы еще медленно ездим и медленно работаем этой гидропневмоподвеской также в осадном режиме у нас еще улучшается точность стабилизация точность реально прикольно но она еле ползает там километров 20 но в походном режиме танк летит 65 удельная мощность 21 это реально круто пробитие 268 альфа 390 по сути почему это танчик выше у нас чем предыдущие к 91 пт плохая пушка кпз 3 там альфа у нас маленькая стабилизация плохая танк сложно реализовать ну и лора 50t он может быть получше только для статистов чем наш кунзе панзер но для большинства кунзе панзер получше чем предыдущие поскольку здесь все-таки неплохое орудие но играть активно на этом танке сложно поэтому статистам этот танк не зайдет но все-таки это танк получше в осадном режиме чем предыдущие всякие непонятные танчики реализовать его можно неплохо когда нужно с кимпы что-то там пострелять задефить какое-то направление но очень сложно на нем активно агрессивно играть когда идет turbo победа какая-нибудь или нужно куда-то вкатывать в походном режиме у нас орудие по кривее опускается похуже и играть на этом танке тоже нелегко но она хотя бы когда-нибудь реализуем а поэтому это танчик такой не рыба не мясо сейчас геймплей в игре очень быстрый и такие танки как кунзе панзер далеко не в каждом бою нужны вернее даже сказать далеко не в каждом бою вы их реализуете поскольку это будет очень сложно вот мы уже подобрались к пятерке лучших из наших девяти танков за жетоны если первые четыре танка которые мы рассмотрели это такие вот бедолаги какие-то то оставшиеся пять танчиков здесь уже можно посмотреть что-то повыбирать и открывает топ-5 шарфутер французская эстэшка здесь неплохая маскировка есть у нас барабан танк неплохо ездит но я бы им бой этот танчик не назвал маскировка здесь 16 с хвостиком кстати у кунзы панзера 17 но и опять же говорю она не так уж часто нужна эта маскировка не во всех боях но лишний не будет поскольку все вот эти вот примочки с переходами входами выходами в режим и также hydra пневмоподвески они не всегда помогают а чаще отнимает лишнее время когда орудие просто опускается и танк всегда быстро едет это куда удобнее чем все вот эти вот лишние надстройки вот у шарфутера ничего лишнего нет вот маскировка вот барабан танк всегда едет всегда маскировка всегда барабан всегда все понятно что с танком происходит и лишнее время ни на что он не тратит кроме перезарядки между выстрелами в барабане 4 секунды это наверное один из первых танков которые начали появляться в игре с долгой перезарядкой внутри барабана между выстрелами и это было такое вот начало 4 секунды уже люди такие офигевали что это такое что-то за барабан такой потом когда мы увидели намного больше секунд вот тогда мы поняли что вот это реально много 4 секунды это еще неплохо альфа у нас 390 пробитие 264 под калибром кумулятивом 330 с пробитием у нас все хорошо а вот со стабилизация так себе 021 от движения 021 от поворота корпуса 018 поворота башни это результаты чуть ли не какого-то там тяжа с огромным дреном но смотрим на танк от тяжа у нас ничего нет вообще точность хорошая 0 33 сведения 2 и 1 но стабилизация такая что на ходу лучше не стрелять а без стабилизатора лучше вообще не играть максимальная скорость хорошая 60 вперед 20 назад удельная мощность почти 23 это невероятно а вот скорость поворота 37 скорость поворота башни 31 танк не особо быстро ворочается поэтому что мы можем снаряда у нас барабане всего 4 раздается он не быстро с одного барабана нам сложно кого-то забрать целиком поэтому у нас есть скорость у нас есть маскировка честно скажу этот танк не мой любимчик точно поскольку его не так уж легко реализовать но какие-то свои обычные цифры отбивать не так уж сложно раздать барабанчик на скорости куда-то переехать воспользоваться маскировкой иногда даже vld что-то отбивает у нас в принципе броня плохая везде кроме vld за счет того что она имеет хороший наклон броня примерно такая же как у новой немецкой птшки только наклон получше поскольку нам не нужно поднимать на гидромневоподвески свою попу вверх чтобы стрелять куда-то через холмы здесь опять же нету лишних механик которые нам мешают кроме длинной перезарядки между снарядами в 4 секунды это единственное что нас отягощает а так бы танк был бы вообще супер мега зверь в топ-4 у нас танчик советский тяж объект 777 вариант 2 это танчик мне очень сильно понравился я был удивлен почему-то я думал что он такой себе ничем не примечательный но если разобраться танк прикольный чем во-первых броня до нлд пробивается ну вот vld лоб башни уже крепкие есть лючки но они не такие уж большие в них нелегко попасть но самое клевое что в этом танке есть это броня в борту корпуса борт очень плохо пробивается тяжело туда попасть конечно можно там в какую-то каем очку вокруг башни но там тоже очень толстая буквально один пиксель где-то там есть где брони мало 60 миллиметров но его даже мышка тяжело нащупать по сути там можно пробить в крышку погона башни мало того что сам погон башни маленький но еще найти где там у него это самая крышка которая 30 миллиметров и будет пробиваться по правил трех калибров это конечно вопрос интересный также есть интересная какая-то защита этого самого погона башни на vld который не позволяет нам пробивать танк черкачем по крышке корпус что тоже очень интересно ну и в целом борт напоминает такую вот какую-то плоскость выгнутую дпм у нас почти 2000 пробить и башкой 258 пробить и специальным снарядом нас кумулятивом 340 и поскольку мы тяжелый танк мы будем ездить в город играть от этого крепкого борта в танчики попроще можно стрелять бы башечками а специальными снарядами мы мы так можем карать вражеских тяжей как никто другой да и альфа у нас 440 в самый раз вопросы остаются только к точности 0 4 точность сведения 2 и 7 это конечно то еще снайперское искусство стрелять с такой точности стабилизация от поворота башни хорошая 0 12 но вот от поворота корпуса и от движения 0 20 поэтому башни мы можем ворочать как угодно но выезжать на врага все равно придется корпусом максимальная скорость вперед 40 15 назад удельная мощность 15 в принципе нормальная такая для бронированного танка скорость орудие опускается вниз на 6 градусов но скажу я вам так для игры от борта этого достаточно поскольку нам особо то не нужно играть от увнов играть через рельефы поскольку борт корпуса нас на много бронирование и защищение чем башня поскольку там есть лючки которые хоть и небольшие но иногда в них залетать будет мне танчик очень сильно понравился он прям четкий такой тяж для того чтобы в ближнем бою от борта разваливать врагов я бы не сказал что на нем прям супер сложно играть если пользоваться своими главными преимуществами и не делать то для чего этот танчик не предназначен и так топ-3 танк за жетоны это китайский bz 58 2 новый танчик аж за 24 жетона я бы на самом деле лучше бы его взял бы наверное в следующем году за 9 жетонов или за сколько он там будет в следующем году если будет я точно не знаю если расценивать его как за 9 жетонов как остальные старые танки по типу объекта 777 и остальных каких-то старых танчиков то за 9 жетонов он идеально на третье место становится отличие в нем с объектом 777 допустим в том что объект более бронированный но тяжелее на нем стрелять база 58 2 он менее бронированный в корпусе из-за чего он меньше прощает ошибки но с него легче давать урон давать альфу единственно что на объекте 777 тяжей легче пробивать там пробитие кумулятивом большое а вот bz пробивает специальным снарядом всего лишь 303 и на 500 метров очень сильно теряет в пробитии до 206 сети 3 но в основном мы будем то стрелять вблизи но зато у нас альфа 520 они 440 также у нас увн и 8 радусов они 6 некоторые вещи здесь удобнее и проще некоторые вещи там на объекте 777 точность у bz 0 35 сведения 2 и 8 видим что в плане нанесения урона все лучше кроме пробития специальным снарядом также у нас еще максималка 35 вперед 15 назад и удельная мощность 13 все не так уж плохо в плане подвижности также у этого танка была замечена интересная такая специфическая вещь что распределение снаряда внутри круга прицела более-менее приятная танк прям удобно и приятно стреляет танчик по сути во всем приятный комфортный быстро набирает скорость он такой вот несмотря на свою громоздкость и размер более-менее динамичный вертлявый насколько это вообще возможно для большого тяжа но конечно до максимальная скорость небольшая дпм тоже у нас такой большой альфу и всего лишь 2155 но в целом просто аккуратно набивать урон на нем можно да но активно агрессивно на нем играть вряд ли получится он ошибок не прощает это про размеренную аккуратную игру чисто из-под тяжка давать свою альфу играя иногда от башни если вам нравится более агрессивный геймплей и врываться на тяжей в городе там играя от борта от специальных снарядов то наверное объект 777 вам зайдет больше здесь уже зависит что вам больше нравится я в начале видео предупреждал что легко понять только те танки которые самые слабые и те танки которые самые сильные остальные же очень сложно расставить и это скорее вкусовщина второе место в нашем топе и самый неоднозначный на мой взгляд танк это кобра почему он неоднозначный во первых это самый дорогой танк акционные 9 уровня за жетоны из старых те которые уже можно было получить и не один раз остальные танки за жетоны в основном стали намного дешевле по 9 жетонов самые старые некоторые по 18 но кобра как 24 было так и вот 24 она и идет уже есть некое смущение что это танчик раздавать слишком много они хотят почему же так неужели танчик токсичный имбовый или почему он дорогой он же не может быть дорогой потому что плохой хотя если вспомнить немецкую пт-шку новую то здесь вообще никакой логики не найти напишите в комментариях кобра токсичный танк или нет я свое мнение говорить не буду чтобы вас не подталкивать писать то что я хочу итак давайте посмотрим неоднозначную броню неоднозначного танка и смотрим нлд 300 с хвостиком миллиметров понимаем что неоднозначность даже дошла до брони смотрим в лд 230 миллиметров и понимаем что ничего не понимаем я часто вижу в рандоме как люди стреляют кобре в нлд и думаю дружище ты в самое крепкое место стреляешь все в порядке и люди продолжают стрелять уверенно видимо пока не пробьют лоб башни тоже там броня скачет от 300 миллиметров до двести тридцати семи смотря в какое место прицеливаться но самое тонкое место это верхняя часть нижней части лба башни надеюсь что-то понятно лоб башни разделен на верхнюю плоскость и нижнюю и самое тонкое место в верхней части нижней части я надеюсь стало еще понятнее но в целом стрелять туда не надо если вы до сих пор не знаете где уязвимой зоны у кобры то сейчас я вам расскажу первая уязвимая зона это конечно же лючок но он очень маленький а кобра очень быстрая и вертлявая попасть ее не так уж легко второе очень тонкое и зима место это стойки на которых крепится башня то есть слева вся щека 170 150 миллиметров справа вся щека точно такая же 170 150 миллиметров и она очень длинная также еще снизу под башней основание башни такое она тоже тонкая 180 миллиметров по бокам там до 200 хвостиком доходит грубо говоря у нас башня находится в таком телевизоре и вот края этого телевизора нужно пробивать ну точнее можно если вы хотите пробивать если не хотите можете дальше стрелять в нлд также борта не очень крепкий если кобра рам будет то можно пробивать такую вот полочку на двигателе сзади там такая громоздкая надстройка какая-то и она очень легко пробивается дальше переходим к параметрам дпм 1600 понимаем что это супер мало супер плохо поскольку у нас перезарядка барабана почти 48 секунд альфа у нас 360 пробитие 268 кумулятивом как ни странно у нас основной снаряд кумулятив потом у нас идет фугас и это хэш фугас пробитим 210 и альфой 490 и уже на хэш фугасе у нас дпм 2242 конечно пробитие 210 это не самое большое пробитие но для фугаса это очень даже хороший результат и есть еще обычный фугасы с пробитием 120 и здесь альфа еще больше 515 и дпм еще лучше 2357 если мы встречаем самый бумажный танк который пробивается с пробитием 120 очень легко а это скорее всего какие нибудь птшечки супер бумажные по типу скорпиончика там они буквально могут улететь за два выстрела и отправиться в следующий бой если сильно повезет с альфой также у нас точность 036 сведения 3,64 в этом танке стандартных параметров нет нигде ни в броне не в орудии не в барабане не в снарядах ни в чем все необычное как минимум этот танк можно назвать необычным но и у нас еще плохая стабилизация от движения и от поворота корпуса 021 а вот от поворота башни 008 это супер хорошо но опять же башня у нас без корпуса двигаться не может ездить нам все равно придется поэтому перед выстрелом желательно корпус развернуть в ту сторону куда мы собираемся ехать чтобы не нужно было поворачивать корпус поскольку если мы начнем еще и поворачивать прицел будет на весь экран также стреляют в основном скобры от стабилизации которая так себе при полном сведении стрелять тяжело поскольку сведение больше трех с половиной секунд это жесть максимальная скорость вперед 40 удельная мощность 18 и 4 еще и назад танк едет 25 опять цифры необычные орудие вниз опускается на 10 градусов это всегда приятно и еще что необычно танк очень быстро поворачивает 57 с хвостиком градусов в секунду танк поворачивается а скорость поворота башни 26 башня поворачивается медленно корпус поворачивается как ураган про этот танк даже рассказывать долго поскольку каждый параметр нужно обозначить поскольку все что есть в этом танке она необычная если за счет динамики из-под тяжка выезжать раздавать барабан особенно на ближней дистанции то танк может набивать очень быстро много урона поскольку у нас снаряда в барабане 4 а перезарядка между снарядами полторы секунды буквально за пару секунд выдаешь весь барабан и при помощи фугасов если пробивать можно забирать целые танки за один барабан я понимаю что я с этим танком затянул но как про него можно рассказывать коротко главное что нужно знать про этот танк его очень сложно реализовать он очень нестабильный поскольку пробитие фугасами не самое большое и бронированные танки с уязвимыми зонами пробивать тяжело тем более с такой стабилизации и плохим сведением это даже слово плохое слабо отображает насколько оно плохое это очень скиллозависимый сложный нестабильный танк но в некоторых ситуациях очень быстро нереально много набивает урона и так на первом месте ae phase one 9 жетонов самый простой понятный без каких-то лишних примочек четкий тяжелый танк проблем у этого танка нету ни с чем поэтому он занимает первое место это самый понятный легко реализуемый танк я считаю что большинству стоит брать именно его особенно если вы любите тяжелые танки за 9 жетонов это лучшая цена-качество если посмотреть на броню то самая зима зона конечно же нлд 200 миллиметров потом идет у нас лючок тоже 200 с хвостиком миллиметров также мы можем от борта поиграть там неплохая броня рикошетная тоже не самая тонкая 88 и 9 миллиметров ла башни бронированный 300 плюс миллиметров танк что по броне хороший что по орудию у нас дпм 2275 036 точность 2 и 4 сведения орудия вниз опускается на 10 градусов танк не супер большой приемлемого комфортного размера все в нем удобно четко классно стабилизация от корпуса поворота и движения 014 от поворота башни 008 орудия стабилизировано невероятно круто реально приятно стрелять к тому же с таким сведением и точностью вдвойне приятно единственно что у нас максимальная скорость вперед 35 назад 12 удельная мощность 16 ставим турбину стабилизатор досылатель и играем вообще в удовольствие с турбина это танк начинает классно ездить и превращаются в крутой танк вот вообще ни одного нарекания к этому танку пробитие бэбэшкой 258 пробить аккумулятивом 340 альфа 400 я реально рекомендую этот танк сто процентов прям вообще ни одного минуса к тому же он необычно красиво так выглядит у него по 2 гусеницы с каждой стороны в теории он мог бы ехать со сбитой гусеницей но пока что не ездит может быть мы доживем до того момента когда фейс ван будет ездить со сбитыми гусеницами также как йохи я надеюсь у разработчиков в планах такое есть поскольку есть в игре танки у которых много гусениц лишних не задействованных которые хотелось бы задействовать когда остальные гусеницы сбиты а так вообще к танку 0 нареканий это единственный танк в котором я прям уверен во всем как я уже в этом видео говорил очевидно только самый лучший танк и самый плохой остальные танки это вкусовщина и еще зависит от того какой у вас скилл на чем вы умеете играть на чем нет вот такой вот у меня топ 9 танков за жетоны про все танки рассказал свое мнение пишите в комментариях как вам танчики за жетоны какие нравятся и нет с вами был варщик играйте красиво всем удачи пока